Проверить себя на ВИЧ мимоходом, быстро, без боли. В торговых центрах Ставрополя предлагали волонтеры. Желающим пройти экспресс-исследование нужно следовать инструкциям медсестры, заполнить согласие на исследование и открыть рот. Несколько движений по слизистой, и вы свободны. Это экспресс-тест, который показывает, есть ли у человека антитела, то есть защищающие белки и организм. То есть они показывают наличие антител к вирусу ВИЧ. Наталья вне зоны риска работает, наркотики не принимает, любовь ее постоянная. Кстати, именно половой путь передачи вируса сейчас в лидерах. Но женщина уверена, даже ей необходимо провериться. Нет, сомнений нет. Ну, бывает всякое. Стоматолог, операция. Это я прошла. Поэтому я была бы спокойна, если со мной все хорошо. Все хорошо бывает не всегда. Акции спеццентр проводит постоянно. Случалось, когда экспресс-тест давал положительный результат. Персонал обучен. Как об этом лучше сообщить? Бывает, что да нет, нет, не может быть. Бывает, просто ничего не отвечает. То есть реакции разные на эту информацию, в зависимости от того, что в жизни человека происходило. У кого положительный будет результат, естественно, мы успокаиваем, не доводя до стрессовой ситуации, ни в коем случае не расстраиваться. Но прийти в понедельник в Центрспид для обследования повторного, классического, с тем, чтобы уже мы знали точно, что с этим человеком. Кровь из Ставрополя, Нефтекумского, Грачевского, Арсгирского, Шпаковского и многих других районов края попадает в эту лабораторию Центрспид. Каждый день до 4000 пробирок. Этапов исследования четыре. Человеческий фактор исключен. Лаборанты готовят материал. Результат определяют умные машины. Например, на этой происходит промывка материала. Если антитела есть, случится реакция. Всегда окрашиваются положительные контроли. К примеру, вот у нас другая пластина, на которой мы видим, по крайней мере, минимум три теста, которые дали положительные результаты. Желтеют реагенты каждый день. Диагностировать ВИЧ можно уже через две недели после заражения. В этом году 700 человек на Ставрополе узнали, что они ВИЧ+. Всего с таким диагнозом в крае 4138 человек. Лаборанты видят только колбы и коды на них. И не знают, какие люди и какие судьбы за ними стоят. Сразу, да, никому не можем сказать, что да, у вас положительный результат, вы ВИЧ-инфицированы. Обязательно тестирование идет на несколькими этапами. Поэтому, как бы, что-то уже не было сомнений в результате. Конечно, об этом думаешь, все близко к сердцу принимаешь, потому что, ну, ВИЧ-инфекция, эта инфекция неизлечима, хотя сейчас существует терапия, и человек может жить полной жизнью много лет, находясь на лечении, вести здоровый образ жизни. Со мной такого не случится. Миф, в который верит большинство, но медики настаивают, нужно сдавать анализы не реже, чем раз в год. Если же диагноз подтвердился, взять себя в руки, прийти в Центр СПИД и начать лечиться. Лекарства в России бесплатные. На Ставрополе перебоев нет. На контроль к врачу нужно приходить четыре раза в год. Схема несложная, но есть и противовес достижения медицины. Загробный голос из монитора сообщает. ВИЧ нет. Вируса и монодефицита человека не существует в природе. Это выдумка. Все современные системы здравоохранения недееспособны. Все врачи некомпетентны. Завтра им подбросишь новую утку и они еще 30 лет будут калечить и убивать пациентов. Таких роликов сотни. В соцсетях ВИЧ-диссиденты объединяются в группы. Например, в этой состоят 20 человек из Ставрополя. Развенчивать эти мифы и догонять упущенное пациентами время в итоге приходится врачам. Самое страшное, чтобы они не убеждали других не обследоваться, не лечиться и так далее. То есть, ну, жизнь, к сожалению, все расставит по своим местам. И вирус-то, он все равно действует в организме. Понимаете, любому доктору не очень легко работать. Но зато, когда ты видишь детеныша, который родился здоровым, и его мама тебе говорит, что я никогда не думала, что у меня будет двое здоровых детей, спасибо вам. Ну, это компенсирует наши затраты энергетические. Наталья своего результата ждала всего 20 минут. ВИЧ-минус. Значит, можно и дальше жить спокойно. Обещает, в следующем году вновь сдаст тест. Это совсем не сложно, бесплатно в каждой поликлинике и больнице страны. Катерина Сафонова, Николай Попов. Ставропольское телевидение.